На всех континентах, во всех странах, имеющих выход к морю, всегда были морские крепости. Австралия, страна-континент, не является исключением. Австралия, страна-континент, не является исключением. Этот форт — комплекс земляных укреплений в форме пятиугольника, построенный в 1880-х годах для защиты города Брисбена и его порта. Австралия — изолированный континент, который был частью Британской империи. В Сиднее стояла эскадра британского флота, но её было недостаточно для защиты всего континента. В 1878 году в результате русско-турецкой войны резко обострились отношения между Россией и поддерживавшей Турцию Англией. Поэтому в Австралии стали всерьёз рассматривать возможность появления русского флота у своих берегов. Главной угрозой был не захват австралийских земель, а набеги возможного противника на крупные порты — Мэриборо, Рокгемптон, Брисбен. Прежде всего австралийцы опасались набега, а не вторжения. Поэтому все эти небольшие города вдоль побережья нуждались в собственной обороне на тот случай, если британцы не смогут прийти к ним на помощь. Колониальная администрация для разработки систем береговой обороны пригласила британских королевских инженеров. Автором проекта «Форта Литтон» был подполковник Питер Скрэчли. Строительство началось в 1880-м и длилось два года. В отличие от остальных фортов Австралии, расположенных на морском побережье, этот форт стоит на реке. Кроме этого, он окружен рвом, что также выделяет его среди других фортов. Форт Литтон был построен в устье реки Брисбен, около 20 километров от одноименного порта. Форт должен был защищать город от возможного нападения кораблей противника, если тот попытается прорваться к Брисбену по реке. Площадь форта — порядка 750 квадратных метров. Он был окружен рвом длиной 400 метров. Изначально на форте были оборудованы четыре артиллерийские позиции, на которых установили 64-фунтовые дульнозарядные орудия. К началу 1890-х годов на первые две позиции поставили новые казнозарядные 152-мм пушки. Дульнозарядные орудия разместили на только что построенных пятой и шестой позициях. Артиллерия форта могла накрыть своим огнем корабли противника на расстоянии до 7 километров. Она защищала вход в устье реки и подводное минное заграждение. Мины активировались с помощью электричества. Провода были проложены под землей и по дну реки. Перед входом в крепость через ров был перекинут деревянный мост с воротами, усиленными железными листами, которые защищали вход. Внутри крепости размещались казематы для орудийных позиций номер 1 и 2 и пороховой погреб. Погреб с огневыми точками соединял коридор с кирпичными проходами. Вокруг батареи росли различные колючие растения, которые являлись дополнительным средством маскировки и одновременно препятствием. 1882 году форт уже был в строю. Дульнозарядные орудия на всех позициях. В реке минное заграждение. Эти два орудия — оригинальные 64-фунтовые дульнозарядные пушки «Форта». Они стояли на позициях номер 3 и 4. Позже им на смену пришли более современные казнозарядные орудия, а старые переместили сюда и использовали для обучения, а также дополнительной защиты минного поля прямо перед нами на реке Брисбон. Обучать было необходимо местные отряды добровольцев, которые набирал и готовил к службе всё тот же подполковник Скрэчли. Они были основой гарнизона форта, и на его территории постоянно проходили учения, орудийные расчёты готовили к боевым действиям. Весьма актуальным для того времени решением стало минное заграждение, приводившееся в действие с помощью электричества. В Форт Литтон оно было проведено вскоре после изобретения лампочки. Минное заграждение, установленное на реке в 19 веке, было соединено с фортом электрическими проводами. Подрыв мин осуществлялся с помощью электрического сигнала. Часть мин находилась на дне реки. Они удерживались на толстых цепях и грузах и были расположены в определённом порядке. Таким образом, суда могли проплывать над ними. Такая была задумка. Ты наблюдаешь и ждёшь. Кто-то всегда нёс службу в том тоннеле. Если бы какой-нибудь корабль пытался прорваться, операторы просто дали бы ему зайти в минное поле и затем подорвали мины. Мы находимся на орудийной позиции номер один — форта Липтон. Здесь было расположено самое большое орудие форта — 152-миллиметровая скрывающаяся пушка «Армстронга». Эти орудия заряжались в укрытии, в нижнем положении. А потом с помощью гидропневматического поршня шеститонный ствол поднимался на бруствер для выстрела. Если давление в поршне было недостаточным, с помощью этого механизма можно было подкачать воздух и создать давление, необходимое для подъёма ствола. После выстрела энергия отдачи толкала эти большие рычаги назад и вниз. Одновременно происходило нагнетание давления в цилиндре, чтобы снова поднять орудие и выстрелить. К орудийным позициям примыкали погреба боеприпасов. В этих помещениях строго соблюдались меры безопасности. Хранение зарядов и пороха, а также подготовка снарядов всегда сопровождалось риском взрыва. Это пороховой склад форта. Эта часть форта была построена одной из первых. Изначально именно здесь хранился порох и осуществлялась сборка боеприпасов перед тем, как их относили через галереи к орудиям на позициях номер один и два. Так как здесь хранился порох, были установлены строгие правила, чтобы исключить возможность детонации. Заходящие в это помещение должны были одевать войлочную одежду и обувь, чтобы избежать появления искр. Лампы хранились в таких нишах. Чтобы зажечь их, надо было открыть дверцу. За лампой — закрытое наглухо окно. Оно полностью исключало попадание внутрь искр или ветра, пока дверца была открыта. Так было устроено освещение в этом погребе, где хранились бочки с порохом. Первая мировая война отгромыхала вдали от форта Литтон. Главная задача форта в те годы — не выпускать немецкие торговые суда, оставшиеся в гавани, и быть готовым открыть огонь, если в устье реки попытается войти неприятель. Но к началу 1940-х годов Литтон вновь приобрел важную роль в Тихоокеанском регионе. Около миллиона американских солдат побывали здесь за годы Второй мировой войны. Отсюда и из Фримантла в Тихий океан выходили американские, австралийские и британские подлодки. На этот порт были завязаны все аэродромы, построенные вдоль побережья Квинсленда вплоть до Новой Гвинеи. Всё снабжение шло через Брисбен. В те годы здесь был очень крупный военный гарнизон. Новый противник и новые формы ведения войны требовали модернизации вооружения, и на форте Литтон появились новые пушки. Это реплика скорострельного шестифунтового орудия, которое было здесь установлено во время Второй мировой войны. К тому моменту уже наступил перелом в войне, и австралийцы больше опасались не вторжения, а нападений японских подлодок или быстроходных торпедных катеров Камикадзе. Это орудие не отличалось высокой точностью, но было эффективным за счёт скорострельности — 80 выстрелов в минуту. Это орудийная позиция номер 4 на форте Литтон. Изначально здесь стояла 64-фунтовая дульнозарядная пушка. В начале 1890-х она была заменена на орудие Гочкиса. В 1941 году, когда началась Вторая мировая война, и в частности война с Японией, эту позицию перевооружили. Здесь установили корабельное орудие калибра 120 мм. Изначально оно использовалось на австралийских военных кораблях времён Первой мировой войны. Несмотря на небольшие размеры, форт преграждал единственный путь вверх по реке. Думаю, его защитники понимали, если враг нападёт именно здесь, они должны будут остановить его или погибнуть. И они были готовы выполнить свой долг. Поэтому форт Литтон вселял уверенность в местных жителей. Но и во Второй мировой войне форт Литтон поучаствовать не довелось. А в 1946 году он был выведен из эксплуатации как прибрежное оборонительное сооружение. Военные находились здесь вплоть до 1950 года. А затем земля была продана нефтеперерабатывающей компании. Всё изменилось в начале 90-х годов. В 1989 году форт Литтон был объявлен национальным парком из-за своей исторической и культурной ценности для австралийского народа. Он очень важен для нас не только потому, что это часть нашей военной истории. Это ещё и место памяти о тысячах мужчин и женщин, проходивших здесь подготовку, прежде чем отправиться на войну, англо-бурскую, Первую мировую, Вторую мировую. Субтитры создавал DimaTorzok